Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана. 21 ноября у нас сегодня наступила зима, снег, а мы еще кушаем свой виноград. И сегодня поговорим о хранении винограда и о том, кто смог долежать до этого времени. Итак, наш виноград хранился просто на прохладной веранде, без каких-либо специальных условий, без каких-либо дополнительных обработок и всего остального. Здесь у нас три сорта. На самом деле я могла бы показать еще и четвертый, но так получилось, что мы его съели. И даже здесь гроздочки скромноваты, потому что мы сначала покушали, а потом подумали, почему бы это не снять. Поэтому получилось так, как получилось. Итак, здесь у нас Аладдин, Сеня и Одесский сувенир. Четвертый. Это была Аркадия. И вот вчера я ее последние ягодки съела. Растаем в тарелочке немножко вот так, да, и поговорим про каждый сорт в отдельности. Ну, начнем, наверное, с сеней. Конечно, опять же, да, самые скромные ягодки. Все, что у нас тут осталось. Гребни высохли, но ягода даже особо, я бы сказала, и не подвялилась. Прекрасно сохранять свои вкусовые качества. Мускатик. Если вот я говорила, что момент среза с куста в этом сезоне, ну, куст был нагружен очень хорошо. И, кроме того, погода сказывалась, и мускат прослеживался не во всех ягодах, то вот сейчас мускат здесь ощущается. Ягода прямо как конфетка, при этом не приторная. Очень вкусно, очень приятно, ну, несмотря на то, что, да, грибышок подсох. Кстати, есене в этом году делала изюм, причем даже не доставала косточки, целые ягоды. Косточка стала хрустящая, она прекрасно раскусывается, и изюм очень вкусный. Это вот просто, ну, конфетки, конфетки сложила даже в отдельную коробочку. Отдельно подписано, что очень вкусно, несмотря на косточку. Ну, то есть, видите, хоть сорты ранние, у нас он конец августа, начало сентября созревает, тем не менее на кусте может хорошо повисеть и полежать. Понятно, что 21 ноября это не предел, да, и что-то может быть хранится и гораздо дольше. Ну, вот наш опыт, вот то, что мы из своих сортов сохранили до сегодняшнего момента, вот это я вам показываю. Дальше, это у нас Аладдин, тоже не первый год он у нас показывает хорошие результаты при хранении, прекрасно сохраняет свой вкус, прекрасно сохраняет свой мускат. Ягода сохраняет свою такую довольно плотную консистенцию, ну да, тоже вот гребешок подсох, и на что бы хотела обратить внимание, было ведь очень мокро. Вот, даже приближу, и были вот такие небольшие трещинки у плодоножки. Смотрите, ну, срезали мы, наверное, числа 15 сентября, то есть прошло два месяца, никаких загниваний, ничего. Повторюсь, мы специально ничего не делали, никаких обработок, мы едим ягоду для себя, и лучше ее переработать, чем обрабатывать какими-либо химическими агентами. Так вот, видите, то есть ягода, она сохранилась, ее прекрасно можно кушать, несмотря на то, что, да, вот была небольшая трещинка. Одесский сувенир, скажем так, ну, наша новинка, этого года мы первый раз получили с него урожай, он растет у нас в теплице. Синий Аладдин, это открытый грунт. Одесский сувенир растет в теплице. Насколько я помню, уже в начале сентября его можно было кушать. Очень вкусная ягода, очень такой насыщенный вкус, тоже прекрасно лежит, вообще прекрасно сохраняется, тоже никаких там ни гнили, ни трещин, ничего, кроме высохшей плодоножки. Ничего с ним не случилось. В теплице в нашем регионе, вот в Дзержинском районе, даже в не очень хороший сезон, начало сентября он созрел, срезали мы его, наверное, к началу октября. Он долго висел у нас на кусте, может, конечно, раньше, я точно уже не помню, но мне кажется, что это не совсем имеет значение. В любом случае, лежит он долговато, консистенция вся так и осталась у ягоды. Конечно, тут уже груздочки такие самые-самые скромные, все самое красивое мы съели. Вкус насыщенный, мне кажется, что немножко даже есть какие-то мускатные нотки и много танинов. Вот танины и терпкость, они чувствуются. И, честно говоря, даже потом вот его немножко поешь и прям такое во рту послевкусие, как будто вот хорошее такое красное плотное вино попил. Вот все это остается, но мне, например, очень нравится. И так, пойдешь на веранду, возьмешь гроздочку, скушаешь прям вот, ну, вкусно-вкусно. И сахар в нем хороший, и вкус аромат такой очень богатый. И повторю, что вот у него танины. И они достаточно хорошо ощущаются. Мне, например, это очень нравится.